Владимир Молодцов родился 5 июня 1911 года в Сасово. Там получил образование и устроился на работу. В 1930 году по комсомольской путевке приехал на шахту в Бобрик-Донской подмосковного угольного бассейна, где проработал около четырех лет, а потом поступил на работу в органы госбезопасности. Окончил высшую школу НКВД. С марта 1941 года служил в аппарате внешней разведки. Молодцов, известный среди подпольщиков, как Павел Бадаев, создал два партизанских отряда. В июле 1942 года фашистским оккупантам удалось захватить отважного разведчика. За мужество и стойкость при выполнении специальных заданий командования и проявленный при этом отвагу и героизм, Молодцову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя носят учебные заведения и улицы. В Рязани в 1985 году был установлен памятник. В день старта акции, дни образовательных организаций ФСБ России, руководители регионального управления, ветераны органов госбезопасности и кадеты возложили цветы. Алексей Стефанов, полковник погранвойск в отставке, участник событий на советско-китайской границе 1967-1975 годов, ветеран боевых действий в Афганистане. Сейчас он на пенсии, но продолжает работать, воспитывает будущее поколение защитников Родины. Книгу я издал «Пограничные права России. История возникновения и развития», где большой материал посвящен подвигам чекистов и пограничников. Вручали эти книги при встречах родственникам, кто не дожил до этого времени, погибших героев, в том числе и родственникам майора Молодцова, капитан госбезопасности. Мы ездили в Сасово, встречались с его племянником, с участием всей школы, где он учился. В первый день акции Дни образовательных организаций ФСБ России встреча с кадетами прошла в 33-й Рязанской школе. Петр Мацупа пока заканчивает 9-й класс, но мечтает поступить в Калининградский филиал Гализинского пограничного института ФСБ России. У меня дед в армии, когда служил, он много всего рассказывал про армию. Мне тоже захотелось стать военным. Ну и с детства всегда вокруг меня было в окружении много военных, друзья, родителей. И я тоже захотел стать военным. В рамках акции Дни образовательных организаций ФСБ России школьники смогут познакомиться с ведущими вузами страны, выпускающими кадры для органов госбезопасности. Учащиеся в старших классах образовательных школ, средних профессиональных образовательных организаций, участники военно-исторических клубов и патриотических организаций смогут пообщаться с представителями вузов, пострелять в лазерном и страйкбольном тире, познакомиться с условиями поступления в образовательные организации и на службу органов безопасности.